Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 21 ноября, день Михаила. Сегодня отмечают собор, архистратига Михаила и прочих небесных бесплотных сил. В далекое время люди поклонялись и приносили жертвы ангелам, кодили Валааму, Солнцу и Луне и Созвездиям и всему воинству небесному. Решено было упорядочить празднование собора святых ангелов. Установлено совершать его в месяце ноябре, 9 от марта, первого месяца от сотворения мира. Для обозначения числа чинов ангельских, каковых чинов считается 9. В народе этот день называли Михайловскими оттепелями. Погода устанавливалась достаточно теплая, отчего снег со льдом немного таял. Дороги в этот день обычно оттаивали. Этот день получил другое название – Михайловские грязи. Однако после дня Михаила морозы усиливались. Скотину с этого дня переводили на зимний корм. Сельскохозяйственный сезон заканчивался, и крестьяне отмечали его гуляниями в течение всей недели. Поэтому день Михаила был наделен праздничной и теплой атмосферой. Было приятно угощаться домашним пивом, медом, пирогами и свежей муки с жареным мясом. Бывало так, что празднование затягивалось вплоть до филипповского, то есть рождественского поста. Приметы. Если сегодня утром и не зима будет снежной. Утренний туман к оттепели. Ранний рассвет сегодня и ясный день к стужи в ближайшее время. Если мало шишек на хвойных деревьях – к теплой зиме. Сегодня идет мокрый снег, дождливая весня. Если сегодня приснился хороший сон, не следует никому его рассказывать, иначе он не сбудется. Если поставить мисочку каши домовому, то он будет добрым. А если угостить пивом, то домовой всегда придет на помощь. В народе считали, какой Михаил, такой и Никола Зимний. То есть 14 декабря. Действительно необычный вкус. Меда чуть больше. Меда. Будет послаще, да? Да. Но я думаю, взрослому не надо. Я чувствую сельдерей. Мед не чувствую. Ну и все, пожалуй, все остальное смешалось. И очень легко и просто пьется. Да, так назовем. Такой здоровый спортивный коктейль. Так и будем называть. Из простых компонентов. Было бы желание, только делайте. Ну все, я этих молодых боксеров сегодня разгоню по углам. Ринга. И боксеров. И если это все пить регулярно, посмотрите, насколько возрастет здоровье. Опять-таки, клетчатка есть? Есть. Витамины есть. Причем все по витаминам группы B. Ну скажи, каждый день уже делать, да? Я лично делал одно время, каждый день. Потом просто заленился. Значит, клетчатка, витамины, медок, полноценный белок. Все есть. Ногти будут расти, волосы будут расти. Кожа будет великолепная. Особенно женщинам будет. Про волосы очень смешно, да? Ну да, про волосы очень смешно, конечно, но тем не менее, они растут. Знаете, они вроде бы тут нету, а зато вот здесь лезут. Лучше, да? Да. И ногти великолепны. Так что вот это вот можно использовать регулярно. Одно из лучших блюд для поддержания здоровья, доволития, молодости на высочайшем уровне. И, кстати, мы с тобой говорили о выносливости. Я как-то был в Германии. И ко мне приехал немецкий тренер по футболу с переводчиком. И они меня поблагодарили за то, что воспользовались моими книгами, прочитали, очистили организм, стали питаться футболисты сборной команды. И за счет только выносливости и быстроты, которая дает им питальное очищение, они стали переигрывать своих соперников. И приехал поблагодарить. Вот такой вид. Я думал, что они еще подбросит. Ну, только благодарность. Все, я дружу со сборной России по боксу. Я скажу, чтобы они к вам обратились. Потому что, на самом деле, там, знаете, какая проблема? Там же сгонка веса в боксе. Сгонка веса надо держать в своей кобесовой категории. Поэтому к питанию вообще требования совершенно особые. И как при этом сохранять выносливость и... Выносливость силы, а вот это лишний вес будет... Да, и при этом, да, при этом тренироваться полноценно. Все время жажда. Я сам когда-то был сгонщиком веса, еще в юности. Я знаю, что вообще в боксе самое трудное, это именно сгонка веса. Даже не столько тренировки и сам бой, сколько вот это вот терпение. И когда у тебя пересохший рот, ты не можешь попить воды, потому что у тебя взвешивание с утра. И все, и когда... А потом напился литра два и ходишь как... Да, и опух, да, и все, и дышать не можешь. Это очень важные такие тонкие вещи. Поэтому я думаю, что вам хорошо бы помогать, помогать нашим спортсменам. Запросто. Сюда можно добавлять сырые яйца, желтоков, перепелины, или еще одно яичко. Но и все сырое, да, здесь в этом качеле? Да, сырое. Сырое, все сразу сводится, нету тяжести в животе. Потому что все вареное, инертное, его надо растащить. И растаскивают наши собственные ферменты. Слушайте, вот я... А здесь ферменты есть. Они в спортзал, и там есть такие, они молочные коктейли делают. Молочные коктейли с протеином. И я думаю, что вот это как раз в сто раз лучше, мощнее и полезнее. И мышцы будут гораздо крепче, да, чем вот эти протеиновые коктейли. И здоровее. И здоровее самое главное. Ну я вижу, тебе понравилось это. Ты как-то сначала недоверчиво относился ко всему этому, что я тут делал. А потом оказалось... По вкусу, Геннадий Петрович, сейчас я это перелью в емкость. Проросшее, проросшее зерно. Никто не съест так. А мы его можем тут огромное количество. Геннадий Петрович, я могу только вам поаплодировать. Благодарю. Очень много полезного на самом деле для себя. Просто открытия какие-то сделал. Спасибо вам большое. И вам спасибо за то, что приняли, позволили вот это все дело показать, рассказать. Я думаю, теперь с успехом все это будет применяться. Мы так применяем и еще. Ну, может, я, да, я в своем случае что-то точно для себя возьму, что-то усвою. Да, вот это меня, как говорится, добило уже окончательно. Но это еще нечего насыщего. И плюс внешний вид ваша форма. 25-е лунные сутки. Энергетика этих лунных суток после мощного выплеска предыдущего слаба. Соответственно, и человек чувствует себя опустошенным, склонным к уединению и пассивному созерцанию. И это правильно. Надо накопить энергию. А для этого никуда не спешите. Отдыхайте. День подходит для водных, расслабляющих и восстанавливающих процедур. Хорошо покопаться в своем сознании и очистить его от негативных мыслей и настроений. Причем подойдите к этому процессу с философским уклоном. А для этого помедитируйте, порассуждайте о смысле жизни. Найдите опору. Что касается физической нагрузки, то неспешные прогулки подходят лучше всего. И желательно сделать это на природе. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!